Шестая международная молодежная конференция собрала в дружественном Бресту городе Равенсбурге молодых людей из Франции, Испании, Италии, Великобритании, Турции, Германии, Израиля, Армении. Беларусь на форуме представляла команда наших земляков, старшеклассников двух учебных заведений Бреста, средних школ номер 7 и 20, педагоги которых развивают активное сотрудничество с немецкими коллегами. Европа разноцветная, именно такое символичное название дали организаторы проекту, который объединил в своих рядах таких похожих, но в то же время таких разных молодых людей, которые за считанные дни смогли не просто познакомиться, но и стать настоящими друзьями. Наша делегация состояла из четырех человек, были выбраны самые лучшие дети наших школ, самые активные, которые участвуют во внешкольной работе и также хорошо владеют языками. Мероприятия были абсолютно разнообразные, цель конференции была подружить детей из 10 разных стран и показать, что Европа цветная, то есть разноцветная, многонациональная, вполне возможна без всяких конфликтов. И это организаторам конференции вполне удалось. Кладезим опыта и знаний стало это турне для ребят седьмой школы Нины Вавренчук и Игоря Щеглова. Еще бы поездка в Германию, первая в образовательном багаже. Сколько впечатлений, сколько эмоций. Ценные мастер-классы, тренинги и, конечно же, практика общения на иностранном языке. Как это может пройти бесследно? Побывав в другой стране, попробовав на вкус национальный немецкий коктейль из необычного менталитета и особой открытости в общении, Нина и Игорь зарядились европейской энергетикой и энтузиазмом. А потому сегодня живут надежды встретиться со всеми участниками конференции еще не раз. Поэтому активно изучают немецкий язык, который и помог им услышать мелодичные нотки тонкой, но очень глубокой немецкой души. Если честно, я сначала ожидала что-то вообще, ну просто в корне другое, что случилось. То есть как бы я думала, что я очень плохо знаю английский, что там нам придется жить в школе, что это очень страшно. И ну не так круто, как это было на самом деле. Но потом просто, когда я приехала, это была просто настолько замечательная поездка. Там просто дело было даже не в том, где мы жили, как мы жили, что мы делали. Дело было в тех людях, которые приехали. И атмосфера была просто замечательная. Эти люди всегда были готовы с тобой пообщаться и всегда готовы были помочь тебе, если ты что-то не мог сделать, к примеру, если я не мог понять, что они сказали, потому что английский-то несовершенный, они всегда могли объяснить, что это. Уже успели вернуться в рабочую колею и Павел Черейчик с Лизой Цегулевой. Выпускники средней школы номер 20 сегодня активно готовятся к экзаменам и поступлению в высшее учебное заведение. На уроках у директора школы Ирины Некоферовец молодые люди постигают азы языка знания и литературы. Правда, в перерывах все равно любят возвращаться ко времени, проведенном в Германии. Ребят особенно впечатлила повестка конференции. И та серьезность, с которой все участники рассуждали о международных проблемах и трудностях. Основными вопросами, которые разбирались на конференции, были, прежде всего, это, почему говорят, что Европа живет красками. Второе, это вопрос о мигрантах. Также были различные мероприятия, воркшопы, множество различных мероприятий по тимбилдингу, что мне особенно запомнилось. Это различные разминки, конкурсы, которые создавали просто невосхитительную атмосферу, именно рабочую атмосферу. Это было очень интересно, это новый опыт для нас. Ну и, конечно же, культура других стран, естественно, потому что мы общались с представителями. И, как одна девочка заметила, мне очень понравилась ее фраза, девочка из Каталонии, она сказала, что страну формирует не территория, а именно люди. И я полностью с ней согласна, потому что именно люди являются носителем культуры. Мы были только в Германии, но такое ощущение сложилось, что мы побывали во всех 11 странах сразу. Время, проведенное в приятной компании, сплотило и самих брестских ребят. Они познакомились поближе друг с другом, нашли общие темы и интересы. Образовательный марафон позволил юношам и девушкам понять, что молодежный дух у всех участников конференции общий, независимо от страны проживания или культурных традиций, а значит, у них и общее светлое будущее.